Телеч Гусев, главный тренер по-русескому факту. Судя по составу на эту игру, судя по настройу, недооценки быть не должно. Была она, наверное. Недооценки у нас с первого тура ни одной команды нету и не будет до последнего тура, потому что у факела остается задача, серьезная задача. И то, что сегодня, если вы имеете в виду по игре, то не было абсолютно все. Есть вопросы по игре, по содержанию игры. Но здесь, своего рода, мы шли на небольшой такой... Ну, я не сказал, что это эксперимент, но дали возможность. Уже время подошло к Оле, желая его собирать после тяжелейшей травмы. Немножко тактическую схему мы изменили. Немножко в связи с определенными нюансами. Все. И то, что так произошло, это дали мы шанс сами команде соперника. Почему? Потому что, ну, где-то непривычно начало матча, где-то в подсознании, наверное, сидело, хотя мы об этом говорили, что нам расслабляться нельзя. Осталось два шага буквально сделать для того, чтобы решить ту задачу, которая стоит перед командой. И все. И где-то немножко чувствовалась такая в начале игры небольшая варьяжность, которая привела к череде ошибок и забитым мячам в наши ворота. Ну, я не скажу, что появилась какая-то нервозность, но была в начале игры такая самораспокойность, малой трою хотели, наверное, выиграть эту игру. Ну, здесь и тактические схемы мы немножечко поменяли в связи с тем, что Коля вышел, здесь играли с одним опорным полузащитником. Ну, я благодарен ребятам за то, что проявили в драматическом, скажем так, матче. Все-таки это говорит о командном духе, что команда два раза по ходу игры проигрывала. Для нас это вообще не характерно, что это впервые в этом сезоне, что мы два раза по ходу игры проигрывали. Были игры, где проигрывали, но отыгрывались и выигрывали игры. И честь и хвала ребятам за то, что проигрывали характер, не свалились на какую-то там навальную игру, а продолжали играть в комбинационный футбол, продолжали гнуть свою линию с позиции своего умения и командной действий. И, в принципе, драматический матч, который складывался так, что два раза проигрывали в счете, не забитые пенальти. И, тем не менее, команда показала, что у команды есть и характер, и мастерство. И то, что довели игру до победного конца уже на заключительном отрезке, за что ребятам очень благодарен. Но разговор и разбор будет у нас, разговор будет серьезный. «Имело место одета, наверное, скажем так, небольшой недонастрой, что команда внизу, тоже не на таблице». Но я ребятам всегда говорил, что у нас простых игр нет и не будет, потому что команда лидер, и, в общем, каждая команда и каждый игрок пытаются показать все свои лучшие качества. Вот сегодня молодые, задорные ребята все это демонстрировали, все. Ну, честь и хвала нашим ребятам, которые смогли все-таки в концовке игры, при всех сложностях, которые возникали у нас в игре, проигрывая два раза по ходу матча, не забитые пенальти, тем не менее, смогли выиграть игру. То, что касаемо содержания игры, разберемся, сделаем выводы. Я думаю, что будет все нормально. Пару нюансов хотелось бы уточнить. Пенальти до этого был Бирюков, потом Заболотный, сегодня снова Бирюков и Забела. Они сами решают на поле или есть кому-то? Ну, в принципе, решает. До этого у нас Бирюков все время бил. В ситуации, когда бил Заболотный, он почувствовал уверенность. Здесь мы не можем, приняли они такое решение. Хотя это немножко отходит от наших планов. Но есть моменты, когда Юрок уверен или не уверен. Бирюков уступил в предыдущей игре в право пробития пенальти Заболотному. Потому что Заболотный, ну, чувствовал, наверное, бывает такое, что у каждого игрока есть внутренний волос подсказывает. Вот сегодня, сегодня Миша опять исполнял, но, к сожалению, не очень убедительно это все было сделано. Ну, еще не могу не задать вопрос, как представитель Читана. Зимой у вас в команде появился Ванислав Паршиков. Он ни разу в заявку не попал. Он сейчас где и какие были вопросы? Ну, Паршиков был у нас, был у нас, но в силу определенных обстоятельств то, что, скажем так, ну, сложно ему пробиться сейчас в основной состав. Мы дали возможность ему получить, ну, пока игровую практику на другом уровне немножко, в дубле. Ну, он играл у нас за дублирующий состав, за дублирующий состав, но пока он не дотягивает до основного состава. Хорошо. Молодую перспективу и парень, но пока не дотягивает. У нас это очень сильная задача, поэтому пока такая ситуация. Михаил Иванович Семельня, главный тренер футбора Клубки Читанова. Михаил Иванович, мы с вами в прошлой пресс-конференции говорили о том, что голы забираются после стандарта. В основном. Сегодня четыре стандарта, точнее, четыре голы, все четыре после стандарта. Что с этим делать? Ну, прежде всего, не упускать руки. Будем работать над проблемой. Мы эту, как бы, знаем давно, и она действительно для нас очень существенная. Есть уверенность в том, что научимся играть в этих ситуациях и, в конце концов, это не будет такой проблемой. Коперативы. На данный момент, конечно, ребятам непросто, наверное, даже с точки зрения психологии, получать мячи раз за разом после одних и тех же ситуаций. Но, еще раз повторюсь, есть уверенность в том, что ситуация изменится. Это неизбежно. Ребята развиваются и прибавляем во многих аспектах. Но, к сожалению, вот здесь у нас проблема есть. Она будет решаться в любом случае. Хотелось бы поздравить соперников с победой в сегодняшнем матче. Ну, и отметить уже, нельзя не отметить старания нашей команды. Потому что в игре с лидером, по качеству атакующих здесь, нас сумели сидеть в бою и забили два хороших мяча. За это, в общем-то, хочется сказать славу благодарности ребятам, которые в непростом для себя сезоне находят силы и эмоции для того, чтобы увлекать и достойно победить. Аспект, который нам, к сожалению, пока не удается поправить, конечно, тревожит. 27 туров позади. Факел третий раз, по-моему, в сезоне пропустил больше одного мяча. Павел Гусев это связал в том числе с недооценкой. Вы недооценку заметили со стороны? Ну, мы как бы сложно оценивать состояние и действие соперника. Мы отталкиваемся на состояние своей команды, своих игроков. Это, прежде всего, главное. То есть, что... Такие проблемы внутри коллектива, с которыми мы сегодня встречались, это виднее у тренерского масштаба. Вот это работает команда. Так, комментировать, я думаю, она нас не готова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова